О наиболее заметных событиях уходящего дня в ближайшие минуты. В студии Ирина Мартьянова. Добрый вечер. Смотрите выпуски. Прочные цементные позиции. В ходе рабочей поездки по Могилевской области президент страны Александр Лукашенко принял участие в запуске новой линии по производству цемента. Какие перспективы открываются перед отраслью? Подробности о материале Анастасии Корниенко. С золотом в багаже. Этой ночью на родину вернулась олимпийская чемпионка в толкании ядра Надежда Стопчук. Не менее упорная борьба разворачивается и на хлебной ниве. Уже четыре области миллионера и первый комбайнер пятитысячник. В очереди по неволе в Минском пункте таможенного оформления. Каждый день стоят десятки большегрузов. Региональная таможня уверяет ситуация временная. С подробностями Дмитрий Байрович. Президент Александр Лукашенко посетил сегодня с рабочей поездкой Могилевскую область. В центре внимания президента оказались сразу несколько тем. Социально-экономическое развитие региона, ход уборочной и развитие цементной отрасли страны. Глава государства принял участие в символическом запуске новой технологической линии на белорусском цементном заводе. Анастасия Корниенко с подробностями. Хоть и на цементном заводе, но первым делом президента интересуют новости с полей. Регион как раз преодолел миллионный рубеж при средней урожайности почти в 39 сантиметров с гектара. По такому случаю главе государства вручили символический сноб-миллионник. Но уже сегодня надо думать о будущем урожае, как и о миллиарированных землях. Это дополнительное подспорье для хозяйств. По словам президента, в области еще есть много земель, которые нужно ввести все в оборот как можно быстрее. Есть первоначальный этап миллиарации. Выхватить еще не заросшие, образно говоря, земли. Ты должен это посчитать. У тебя есть миллиоотхоз или как он называется? Могилевоотхоз. Да. Пускай они посмотрят, где сам вникли и определись. В целом на Могилевщине развивается промышленный комплекс. В августе обещают ввести новые производства. В центре, внимание, юго-восточная часть области. Здесь, в некоторых районах, например, таком, как Краснопольский, развитие сельского хозяйства серьезно отстает от других. Глава государства отметил, что развивать такие районы нужно более ускоренными темпами. Надо посмотреть, чтобы хозяйства были многопрофильные. Надо создать для этого определенную базу. Ну, пусть это будет пелорама, какой-то цех и так далее. И производить, перерабатывая все. Это же леса кругом. Перерабатывать все. И таким образом получится, пусть земли там будет пару тысяч гектаров. Пускай у него будет пелорама, пускай какой-то цех еще что-то будет производить. Может, будут оказывать услуги заводу, второму, третьему, пятому. То есть, этот регион зеленый. Ты и Черек, и у Славгорода туда включил. Ну, этот и те, которые... Мне, Славгород, пока отдельно. Ну, вот этот вот, шесть, по-моему, там районов получается. Краснополе, Чаусы. Шесть. Шесть, так точно, которые пострадали. Вот надо в целом посмотреть на этот кусок и подумать, как Юго-Восток Могилевщины нам развивать. Еще одна тема, которая была в центре внимания рабочей поиски главы государства, развитие цементной отрасли. Она действительно набирает обороты. В 2008 году было принято решение о модернизации трех белорусских цементных заводов. А уже в этом году, в мае, был сдан первый объект в Гродненской области. Теперь вот готова к открытию новая технологическая линия на заводе в Костяковичах. Давайте, давайте, давайте. Посол здесь положил. Где оно? Заработало. Президент ознакомился с технологией производства. Новая линия, по сути, еще один завод мощностью 1 миллион 800 тысяч тонн цемента в год. Производство строилось с привлечением китайских кредитов и по китайскому проекту. В целом, строительство обошлось почти в 430 миллионов долларов. Деньги окупятся в ближайшие годы. Выгода уже очевидна. Будем производить 3 миллиона тонн. Себестоимость цемента на новой линии будет на 15-20% дешевле. За счет того, что будет меньше использоваться электроэнергии, газа, угля. Ну и, естественно, возрастет производительность труда. Теперь здесь все по последнему слову техники. Первые партии цемента показали высокое качество продукта. Хорошее подспорье – дополнительные производства на основе цемента. К примеру, выпуск тех же блоков. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью над этим уже задумываются и в Костюковичах. На свободных площадях намерены создать производство железобетонных конструкций. В продукции заинтересованы те же китайские партнеры. Железнодорожное сообщение, все есть. Площадка есть. Милости просим. Китае у нас особые отношения. Я думаю, что это конкретно надо говорить лично с президентом нашей корпорации. Ну вы можете включиться, подстегнуть этот процесс? Я тоже включиться. Не только можем. Могу и я тоже включиться в этой теме. Хорошо. Я на вас рассчитываю, что вы немножко подтолкнете. И нам скажете, да или нет. Нам это очень важно. Если да, тогда быстро по-китайски, как вы быстро это делаете, начнем здесь строить. Если нет, тогда мы будем думать сами, что здесь производить. Может, вариант Красносельского. В этом году в стране произведут почти 6 миллионов тонн цемента. А в 2013 намерены выйти на 10 миллионов тонн в год. Это с учетом ввода третьего завода в Кричеве. Его сдадут весной следующего года. Увеличение производственных мощностей цементных заводов позволило насытить когда-то дефицитным продуктом всю строительную отрасль страны. К слову, первые партии цемента из Костюковичей пойдут на строительство белорусской АЭС. Особым спросом белорусский продукт пользуется за рубежом. Это не только ближние страны, но и Ангола, зона Персидского залива. Хорошо на Россию забирают. В наши блоки они и высокого качества, и все удовлетворяют требованиям по теплотехнике. Сухие строительные смеси, то, что вы ставите задачу, в полтора раза по шиферу. Россия разбирает, в полтора раза увеличиваем по шиферу. Очень перспективная инновационная продукция, и он по-разному наблюдает. Фиброцемент, значит, или цементно-строечные плиты, она нам позволит заменить импорт. Под 200 миллионов ты в этом году от экстраса получше? Это 200 миллионов, Александр Ильич, только цемент, чистый цемент. Еще один вопрос – конкурентная цена. Белорусы уже смогли снизить себестоимость цемента за счет снижения энергозатрат. Производство перевели на уголь, в печи идут использованные шины. Три цементных завода в год только за счет изменения технологии, вот энергоэффективной технологии, значит, дадут 80 миллионов долларов экономии. Три завода вместе. Умение зарабатывать, используя собственное сырье, тот же мел, мер, гель, песок – именно об этом говорил глава государства в ежегодном послании к парламенту и народу. Именно такие производства развивают малые города. Это дополнительные рабочие места. Открытие новой линии, да еще и в канун Дня строителей – это особый подарок. Тем более, что в тех же Костюковичах сейчас идет активное возведение жилых домов. Анастасия Корниенко, Вячеслав Комиссаров, Андрей Новгородцев, Алексей Юнош, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область. Инициированный шведским МИДом конфликт вокруг непродления аккредитации своего посла в Беларуси, шведские дипломаты попытались вынести на общий европейский уровень. Впрочем, Брюссель сегодня от ситуации попытался абстрагироваться. Председатель Комитета по политике безопасности Совета ЕС после внеочередного заседания заявил, что ЕС не будет из-за этого отзывать европейских послов. На решение бюрократов вполне вероятно повлияли те скандалы, в которые по вине Швеции уже оказались втянуты другие государства. О шведских делах материал Глеба Лаврова. То, что август во властных коридорах Брюсселя месяц политического затишья, знают все. А особенно хорошо бюрократы. Нынешний год, однако, выдался исключением. Много шума из ничего в дипломатических кругах, уже не такой единый, как раньше Европы, наделала ранее тихая Швеция. При этом, то, что повода для евро-шухера нет никакого, Европа, похоже, не удивила. И не мудрено. Швеция и до того оказывалась и оказывала других в ситуациях, когда ее сугубо внутренние решения ее сугубо собственных проблем приводили к скандалу континентального масштаба. Например, с гражданином Австралии Джулианом Ассанжем, основателем портала интернет-разоблачений Викиликс. После того, как австралиец осмелился опубликовать ряд материалов, раскрывающих истинную, то есть, ну очень неприглядную правду о деятельности войск США в Ираке и Афганистане, шведские прокуроры, как по команде, выдвинули против него обвинения в преступлении сексуального характера. Ситуация с Ассанжем, на мой взгляд, опять же, классическая ситуация, когда действительно какой-то неугодный деятель, озвучивающий зачастую невыгодную, скажем так, сильным мира сего информацию, в общем-то, преследуется в уголовном порядке. Оказалось, что Ассанж встречался с двумя шведками, которые то ли не знали друг о друге, то ли и знать не хотели. Казалось бы, попытку построить крепкую шведскую семью власти Швеции должны были бы приветствовать, однако нет. И хотя весь оставшийся, кроме США, мир какой уже месяц твердит шведам о надуманности дела Ассанжа, официальный Стокгольм продолжает требовать его экстрадиции из Великобритании, чтобы потом, без сомнения, но явно не без выгоды для себя, пустить его по этапу в США, где интернет-правдолюба ждет многое, вплоть до смертной казни, но хорошего ничего. Павел Светенков, эксперт Института национальной стратегии. Сценарий, при котором Швеция незамедлительно выдаст Ассанжа США, где его убьют, весьма вероятен. Давить на Швецию гораздо легче, чем на Великобританию. И инструментов для выкручивания рук шведам у американцев, скорее всего, будет больше. При этом о возможном главном рычаге давления на Швецию со стороны США успела написать даже шведская пресса со ссылкой на тот же Викиликс. Из статьи шведской газеты «Экспрессен» «Американский информатор» от 22 февраля 2012 года. По данным источника издания, близкого к Викиликс, из секретных документов следует, что министр иностранных дел Швеции Карл Бильт 1973 года был информатором США. Он сотрудничал с американским правительством в формах, которые противоречат шведскому законодательству. Вербовщиком Бильта, по некоторым данным, выступил американский политконсультант, бывший заместитель главы администрации экс-президента США Джорджа Буша-младшего Карл Роуф. Впрочем, тот скандал МИДу Швеции замять удалось. Оставшийся без своего руководителя Викиликс вести кампанию как-то не решился. Как, к слову, не решилась пока и шведская судьба Асанжа. А вот то, что тамошние дипломаты, а не только прокуроры, могут и умеют выгодно сотрудничать, не размениваясь на моральные мелочи, вопрос наоборот, решенный и задолго до того. Вспомнить хотя бы знаменитый шведский нейтралитет. Все скандинавские страны, в том числе и Швеция, заявляли о своем нейтралитете. А уже в годы Второй мировой войны, это 1942-1943 год, это порядка 90% товарооборота Швеции было с Германией. Что это было? Это, в первую очередь, чистейшая на то время шведская железная руда. В общем, что-что, а выбирать партнеров шведские власти умеют, доказали. А значит, тому, что на сей раз для разрешения спора, начатого исключительно самим Стокгольмом, шведы используют целую Европу, удивляться не стоит. Как говорится, для этого дела и Европы не жалко. Глеб Лавров, телекомпания СТВ. Посольство Беларуси в Швеции в связи с закрытием прекращает с сегодняшнего дня прием документов по вопросам гражданства и другим вопросам, требующим длительного срока рассмотрения. С 20 августа посольство прекратит прием документов на оформление въездных виз Республики Беларусь. С 27 августа прием документов на оформление свидетельств на возвращение в Беларусь. Консульский учет граждан Республики Беларусь, состоящих на учете в посольстве Беларуси в Швеции, с 1 сентября будет осуществляться посольством Беларуси в Латвии. Правоохранительные органы Румынии возбудили уголовное дело в отношении бывшего спецдокладчика ООН по правам человека в Беларуси Адриана Северина. Политик подозревается в том, что, будучи евродепутатом от Румынии, подделывал документы и незаконно использовал бюджетные средства. Европарламент с 2007 по 2010 год. Ущерб оценивается примерно в 436 тысяч евро. Еще прошлым летом евродепутаты проголосовали за лишение Северина иммунитета из-за подозрений в коррупции. Также он был исключен из фракции Европейские социалисты и Демократы. Парламентская кампания в Беларуси проходит в соответствии с избирательным кодексом и в спокойной обстановке. Таково мнение экспертов. Наблюдатели от СНГ уже посетили каждую вторую окружную избирательную комиссию во всех областях Республики и Минске. За время мониторинга они могли беспрепятственно ознакомиться с протоколами, побеседовать с членами комиссии. Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб начали свою работу на парламентских выборах в Беларуси 25 июля. Планируется, что в ее составе будут работать более 30 долгосрочных и до 350 краткосрочных наблюдателей. Предвыборные мероприятия проходят в соответствии с избирательным кодексом и в спокойной обстановке. Присутствуя на заседаниях Центральной комиссии, наблюдатели отмечают, что ее работа строится на основе коллегиальности, свободного открытого обсуждения вопросов. Заседания, о которых сообщается заранее, проходят с участием международных наблюдателей, национальных наблюдателей от политических партий и других общественных объединений. В очереди по неволе. В одном из минских пунктов таможенного оформления ежедневно простаивают десятки большегрузов. Чтобы оформить необходимые документы, водители вынуждены ждать по 12 часов. Таможенный комитет уверяет, что такая ситуация временная. Тем временем, такие простои для перевозчиков выливаются в дополнительные расходы. В чем причина, попытался выяснить Дмитрий Боярович. У одного из минских таможенных пунктов очередной день. Стоят десятки фур. В одной из них Дмитрий Кожемякин. Ждет своей очереди дальнобойщик больше 10 часов. В двух фурах груз из Финляндии. Чтобы его растаможить, приходится в буквальном смысле смотреть в оба. Мы как друг дружку просим. Если пошла продвижка, уже один человек как бы не спит, остальные отдыхают. Он идет и их будет. И вот так. Ну это же не сон. Надеемся, что сегодня мы заедем. По словам дальнобойщиков, после выходных число фур увеличивается в разы. До сотни машин. И все они стоят у обочины. Оборудованных стоянок и уж тем более туалетов здесь нет. Большинство фур с опасным грузом. Стоять на городских улицах им в принципе запрещено. От этого, естественно, проблемы с ГАИ. Мы вынуждены просто здесь ставить машины. И приезжают ГАИ, потом штрафуют. И штрафы немаленькие оплатим. В общей очереди находится и съедобный груз. Чтобы поддерживать температуру в салоне, водители фур с продуктами вынуждены оставлять включенными компрессоры. А это дополнительные расходы. Девять часов я стоял и сейчас приехал в шесть утра. Пол шестого утра. Вот это в колейце стоим. Нет ни туалетов, ничего там. И забито, аж Бог его знает куда. И вот сейчас, как меня продукты питания. То, что люди едят в Белоруссии. И я должен стоять. Вот и объясните, как это можно понять. За объяснением ситуации наша съемочная группа направилась в пункт таможенного оформления. На камеру о причинах очередей начальник пункта говорить отказался. В таможенном комитете нам объяснили. Ситуация ожидаемая. И главное, временная. Все из-за температурного режима. Машинам с таким грузом двигаться можно только, если за стеклом не выше 27 градусов. С пришедшей прохладой движение продолжилось. А стоят у дороги фуры от того, что это им выгодно. Пребывание груза на складах стоит денег. И оправдано больших, чем штрафы ГАИ. Однако исправить ситуацию таможенники обещали. Ситуация находится на постоянном контроле. То есть, производится постоянный мониторинг. То есть, меры со стороны руководства таможни принимаются. Ну, я думаю, что это явление временное. И такие очереди вряд ли будут у нас образовываться. Еще один выход для дальнобойщиков – растамаживать груз в другом таможенном пункте. Для этого можно написать заявление, и все документы будут перенаправлены в тот ПТО, где машин немного. Это законное право водителей. Впрочем, по словам последних, гарантий, что там не образуется очереди, нет. Дмитрий Байрович, Сергей Курков, Илья Пучко, телекомпания СТВ. Взяли с поличным. Офицеры одного из брестских РУВД задержали при получении взятки, размер которой составил 2500 долларов США. Было установлено, что правоохранитель подстрекал неработающего жителя Бреста за 12 тысяч долларов купить свободу и избежать привлечения его к уголовной ответственности. Милиционер задержан. Уголовное дело возбудили сразу по двум статьям – подстрекательство к даче взятки и мошенничество. К слову, в милиции офицер проработал около 15 лет. Возможности у задержанного решить вопрос, который он обещал и за который пытался взять деньги, не было. И даже он не собирался этого делать. В настоящее время бывший офицер милиции задержан и содержится в следственном изоляторе управления КГБ в Брестской области. Уборочная кампания в Беларуси в самом разгаре. Убрано почти 80% хлебных полей. Сегодня в республике появился четвертый хлебный миллионер. Им стал Могилевский регион вслед за Брестской, Минской и Гродненской областями. К утру белорусский каравай весил более 7 миллионов 300 тысяч тонн. В прошлом году на этот день было собрано менее 6 миллионов. Ну а в столичном регионе появился комбайнер-пятитысячник. Им стал передовик жатвы Михаил Солодуха. Уже много лет хлебороб работает в агрокомбинате Ждановичей. Для него это уже 15-я уборочная кампания, но такого высокого результата он добился впервые. Сегодня агрария чествовали прямо в поле. Я уже был в 2007 году. От президента машину получал. Ну успех, как говорится, надо душу и сердце вложить. Это призвание, можно сказать, так. Потому что я сразу после школы закончил курсы механизатора. И уже вот 15-й мой сезон на комбайне. Необычная делегация посетила сегодня несколько хозяйств Минской области. В прошлом чиновники высокого ранга, в том числе руководители республики, получили возможность в прямом смысле слова увидеть, как изменилась аграрная отрасль за последние десятилетия. Что особенно удивило и чего экс-премьеры и руководители даже не могли представить в свое время. Ольга Петрашевская записала впечатление. Едва ли хоть в одном хозяйстве вспомнят такое нашествие ВИП. Политики, премьеры, руководители разных поколений и уровней сегодня делают по-настоящему исторический шаг. Ведь в свое время вот так просто без резиновой обуви на ферму они вряд ли бы заглянули. Я родился на хуторе шаповалой. И поэтому... У вас была корова тоже в семье? Была корова. Экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич не считает, а уверяет, вот она, настоящая валюта. Тем цифрам, которыми сегодня оперирует сельхозстатистика, каких-то 20 лет назад элементарно бы не поверили. Это маяки настоящие. Это такая высокая выраженность, высокая дойность, отдача. Чувствуешь интеллект, стратегическое развитие, поиск путей, улучшение показателей, забота о кадрах. А тем временем первый премьер Беларуси Вячеслав Кебич, кстати, инженер в молодости, всю информацию оценивает с технической точки зрения. Специалиста ни одним винтиком не обманешь. Ведь оборудование, которым сегодня может похвастаться не одна белорусская ферма, для коллег Кебича было сродни запуску буренок в космос. Я сам инженер, я знаю, что такое роботы. Но я никогда не мог представить себе, что роботы будут обслуживать корову. А корова будет послушна роботам. Это действительно что-то невероятное. Таких крупных флагманов, конечно, не было. Произошла настоящая революция. Настоящая. И особенно огромный сдвиг за последние 10 лет. Экс-премьер нашей страны Сергей Линк знает, о чём говорит. В своё время не зря заканчивал сельхозакадемию. Сегодня ему даже как-то неловко вспоминать о технологиях прошлого, которые больше похожи на анекдот. Когда она подмывает в имя, потом эту тряпочку ложила на корову. Я вычмеивал. Как же так? Никакой доильной установки. Всё это вручную. По 25 коров на душу. И мучились дояр. Это хозяйство, которое получает сегодня в районе 70 центнеров зерна с гектара. Которое получает высокую надое молока. О пределах 10 тысяч литров в год молока. Ну вот и здесь это всё показано. Поэтому, скажем так, сегодня на первое место встала после объёма производства эффективность. По окончании эдакой агроэкскурсии впечатлений у её участников хватило бы, пожалуй, не на одну главу книги мемуаров. Правда, это была уже история новейшего времени. И кто, как не легендарные политики, знают истинный вес подобных оценок? По высшему классу. Так держать. Ольга Петрашевская, Сергей Курков, телекомпания СТВ. На данный момент это вся информация. Далее в эфире проект «Столичные подробности». Итоги дня в 22.30. И я прощаюсь с вами до этого времени.